тебя всем привет голливуда у нас время 9 утра мы сейчас встали покушали катя там до собирается волосы сушит и мы уже нам надо выезжать из этой квартиры минут два дня все снимали поедем заедем в пару мест надеюсь интересных и поедем уже в вас вегас домой улица шикарная похода нет уже кофточки не сильно холодно я вот смотрю сейчас балкона где нам припарковаться чтобы быстренько что нам надо ключи от гаража занести обратно в квартиру и по надо из гаража еще выехать то есть надо где-то покупать и потом ключи бежать домой внести эту деньги здесь припаркуюсь короче мы едем к знаку голливуд холлиуд сейчас мы туда едем видите где много машин и там парк для собак там надпись которая спряталась там красивый вид будет открываться ваша нас остановил а сам поехал искать парковку сзади меня где он где а вот сзади меня надпись голливуд вот мы уже по вы сделали фоточек здорово конечно тут с песиками гулять и такая надпись красиво тут бежит мы уже хотели вниз пойти я только вышел смотрите написано святые деревья ребят рассказывал вам историю откуда появились эти буквы ну и вообще название города голливуд так вот давным-давно 1886 году какой-то там супер мега крутой ри элтор который строил районы города был здесь свадебном путешествие здесь еще ничего не было просто пустые были вот эти все они там hills вы поняли короче гора кис а как hills переводится я забыл hills холмы холмы все тихо мы все были пустые не было ничего он стоял смотрел думаю то классно как и мимо проезжал китаец и перевозил на повозки деревья и он остановился но это китаец там поздоровался с ним и этот риэлтор который устроил районы спрашивает что ты делаешь он говорит ай холливуд и а на самом деле он сказал ай холин вот типа я перевожу лес деревья ему послышалось что он сказал ай холливуд саку 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 лос-анджелес вам как бы состоит из много городов типа санта-моника там вот голливуд и разные короче еще маленькие города все привыкли что это все лос-анджелес вот я машину с этим так что далеко припарковал вот она стоит это было на самом деле очень мучение здесь ты тышь нереальный склон и я заднюю передачу включаю здесь бин такого места у меня с параллельной парковки как вообще найти какие проблемы жестоки и а под уклоном стоит надо задом заезжать она назад не хочет ехать и газу и она такая тут очень так дергается педаль отпускаешь на вниз скатывается короче ребят вообще проблемы такие ну проще бы сему в ту сторону парковать вот на их сделать смотрите как идеально стало ведь ведь вот еще здесь парк для собак ну катя вроде говорила он он высказали вот чё ну типа одну вещают тут камеру а чё все поехали поехали или дальше а сейчас мы едем в сторону обсерватории вчера эта дорога была просто вся полная пробка была мы развернулись как раз вот здесь там дальше поехали домой попытка номер два . нас опять высадил и поехал сам искать парковку потому что и здесь все вообще занято потому что сегодня уходной и мы видим дорогу как он едет так далеко уехал я вообще не знаю почему может он хочет развернуться и поехать как-то обратно это вообще прикол вот видели прям как он ехал по этой дороге вот там как бы он уехал вот туда ну вот там уже его уже не видно где-то здесь где он непонятно еще тут очень плохо ловит связь я думаю что он развернулся надеюсь это такой ветер сильный так красиво видно лос-анджелес а вот и обсерватория мы его внутрь не пойдем так посмотрим просто на город ваш до сих пор не пришел мне кажется он уже не придет потому что только нас заберет там общение парковки а вот и даунтаун все сегодня очень жарко кажется самый жаркий день за последнее время в лос-анджелесе вот мы гуляем здесь можно посмотреть зайти в телескоп но я не знаю на что можно днем смотреть бесплатно можно найти узнать что там показывают ну что как вам лос-анджелес нам очень нравится в общем стали тут в тенечке летают автолеты постоянно пашки нет сейчас пойдем его искать ребят всем привет скучайте по мне я просто знаете уехал туда уже в беверли-хиллз куда-то потом вернулся обратно потом съездил в другую сторону потому что проехал и ребятам гуру с пусть у меня тут как бы и родственники и меня пропустили я припарковался прям и здесь про меня свободных было тут парковка и тут все как бы я видел пока проезжал парковочных восемь мест я не знаю что не пропускают я просто встал в самое начало прямо рядом с обсерваторией а уехал знаете и там вообще такая на маленькая была а вот и припарковался прям здесь я не знаю чем меня не пускали в общем я уж туда даже не пойду короче чё там был уже 8 раз и мы сейчас поедем сторону дома мы уже приняли домой в лас-вегас и я сразу смонтировал влог так что никаких задержек выпусках видео нету и много было очень комментариев что предыдущий влог когда родители прилетели не загружается и фишка в том что мы посмотрели его на телевизоре еще в лос-санжелесе все нормально было с телефона не проигрывается почему-то именно это видео поэтому я его перезалил так что если кто-то не посмотрел или у кого были проблемы какие-то косяки там что-то не загружалась каждую секунду весла то я перезалил его и надеюсь все будет на нормально и писали что это именно только у нас косяки не знаю почему это случилось но в общем я перезалил видео так что посмотрите мы тут с мамой уже на кухне готовим котлетки с макарошками на самом деле сегодня очень сильно устали сейчас наверно покушаем поужинаем поужинаем и чё будем отдыхать вот еще хотим прогуляться по территории да вечером потом мы приехали очень жарко просто 40 градусов и как бы мы были менее привыкли к этому климату родители такие типа нифига смотрите что мама привезла это спонжбоб которого мы купили спаши вот в этой поездке это мы в нью йорке совсем все таки маленький в 2009 году вот у меня в комнате стояла эта рамочка и мама решила ее привезти вот спонжбоб он офигенный потому что сейчас даже у нас как бы можно купить спонжбоба но он не такого хорошего качества этот прям очень классный котлеточки жарятся куриные хорошо чтобы дома была хоть какая-то еда и макарошки варятся мы садимся кушать всем приятного аппетита мы решили немножко погулять с родителями покажу им территорию они уже идут в направлении к бассейну меня не ждут зачем меня ждать вот и еще у меня сегодня немножко подгорело как видите такие крики из бассейна уже вечер где-то наверно часов девять не знаю точное время на самом деле на улице очень классно лежавка сейчас пойдем зайдем посмотрим подруга водичку кажется вам все как-то знакомым ну по видео конечно папа такой здесь почта мы только что мимо пошли хотя бы иди потрогай руку на голову можешь рукой потрогать какие-то сколько людей немного но от них шума как будто о вода классная вода вообще шикарная на почту да надо зайти обязательно ну что как обычно всякая фигня единственное полезное это купоны это там странные совсем мало да и все не было у нас несколько дней а так мало почты пришла удивительно мы пришли к маленькому бассейну ну как тут водичка тут тихо в том бассейне так орали все это такая тишина пашка надувает матрас придется нам немножко поспать на нем пару дней и вообще мы заказали новый диван классный диван а диван да классный придется ждешь ну почему уже устали в общем всем хорошего дня мы пошли спать всем пока пока папа за кадром опять понимаете так все они и все и мы и Продолжение следует...